Девочки и мальчики Садитесь и слушайте Сказка о золотом петушке Ее написал Александр Сергеевич Пушкин Сказка о золотом петушке Негде в тридевятом царстве В тридесятом государстве Жил-был славный царь Дадон С молоду был грозен он И соседям то и дело Наносил обиды смело Но под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить Тут соседи беспокоить Стали старого царя Страшный вред ему творя Чтоб концы своих владений Охранять от нападений Должен был он содержать Многочисленную рать Воеводы не дремали Но никак не успевали Ждут бывало с юга Глядь А он с востока лезет рать Справят здесь Лихие гости Идут от моря со злости Инда плакал царь Дадон Инда забывал и сон Что и жизнь такой тревоги Вот он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу Звездочету из копца Шлет за ним гонца с поклоном Вот мудрец перед Дадоном Стал и вынул из мешка Золотого петушка Посади ты эту птицу Молвил он царю На спицу Петушок мой золотой Будет верный сторож твой Коль кругом все будет мирно Так сидеть он будет смирно Но лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны Или набега силы бранной Или другой беды незванной Вмиг тогда мой петушок Приподнимет крепешок Закричит и встрепенется И в то место обернется Царь с копца благодарит Горы золото сулит За такое одолжение Говорит он в восхищении Волю первую твою Я исполню как мою Петушок с высокой спицы Стал стеречь его границы Чуть опасность где видна Верный сторож как сосна Шевельнется, встрепенется К той сторонке обернется И кричит Кирику-ку, царствуй, лёжа на боку! И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отбор со всей стороной. Год другой проходит мирно, петушок сидит всё смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробуждён. — Царь ты наш, отец народа! — взглашает воевода. — Государь, проснись, беда! — Что такое? — Господа! — говорит Дадон зевая. — А? Кто там? Беда какая! Воевода говорит. Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице! Царь к окошку, а на спице, видит, пьётся петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, скорее! Люди на коней живее! Царь к востоку войско шлёт. Старший сын его ведёт. Петушок укомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит восемь дней, а от войска нет пестей. Было ли, не было сражения? Нет Дадона донесения. Петушок кричит опять. Кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлёт на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходят. Люди в страхе дней проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать. И ведёт её к востоку. Сам не знаю, быть слепроком. Войско идут день и ночь. Им становится не в мочь. Ни попоющим, ни станок, ни надгробного кургана Не встречает царь Дадон. Что за чудо мыслит он? Вот осьмой уж день проходит. Войско в горы царь приводит. И промеж высоких гор Видит шёлковый шатёр. Всё в безмолвии чудесном В круг шатра, В ущелье тесном Рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина! Перед ним его два сына без шеломов и без лад. Оба мёртвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Продят кони их средь луга по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл. Ох, дети, дети, горе мне попались сети. Оба наши сокола. Горе! Смерть моя пришла! Все завыли за Дадоном, Застонало тяжким стоном. Глубь долины, сердцу гор Потряслось, а Вдруг шатёр распахнулся И девица, шамаханская царица, Вся сияя, как заря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи Царь умолк, Ей глядя в очи. И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей. А она перед Дадоном Улыбнулась и с поклоном Его за руку взяла И в шатёр свой вела. Там за стол его сажала, Всяким яствам угощала, Уложила отдыхать На парчёвую кровать. И потом, Неделю ровно, Покорясь ей безусловно, А колдому восхищён Пировал у ней Дадон. Наконец, и в путь обратный, Со своей силой ратной Из девицы молодой Царь отправился домой. Перед ним молва бежала, Гулиневы разглашала, Под столицей близ ворот. Шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, За Дадоном и царицей, Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе Увидел он В сорочинской шапке белой, Весь, как лебедь, посиделый, Старый друг его, Капец. «А, здорово, мой отец!» Молил царь ему. «Что скажешь?» «Подь поближе!» «Что прикажешь?» Царь, ответствует мудрец, «Разочтёмся, наконец!» «Помнишь, за мою услугу Обещался мне, как другу, Волю первую мою Ты исполнить, как свою. Подаришь ты мне девицу Шамаханскую царицу!» Крайний царь был изумлён. «Что ты, старцем углом, Или без тебя ввернулся, Или ты с ума рехнулся, Что ты в голову забрал?» «Я, конечно, обещал, Но всему же есть граница!» «И зачем тебе, девица?» «Полно! Знаешь ли, кто я?» «Попроси ты от меня Хоть казну, хоть чин боярский, Хоть коня с конюшни царской, Хоть полцарства моего!» «Не хочу я ничего! Подари ты мне девицу Шамаханскую царицу!» Говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. «Так лих же!» «Нет, ничего ты не получишь! Сам себя ты, грешник, мучишь! Убирайся цел пока! Оттащите старика!» Старичок хотел заспорить, Но с иным не складно вздорить. Царь хватил его жезлом По лбу, тот упал ничком, Да и дух вон! Вся столица затрагнулась, А девица хи-хи-хи! Да ха-ха-ха! Не боится на греха! Царь, хоть был встревожен сильно, Усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, И в глазах усей столицы Петушок спорхнул со спицы, Колесницы полетел, И царю на темя сел, Встрепенулся, Клюнул в темя И взвелся. И в то же время С колесницы пал до дом, Охнул раз И умер он. А царица вдруг Пропала, Будто Вовсе Не бывало. Сказка, Ложь, Давний намек, Доброму молодцу Урок. До свидания, дорогие детки! Приходите к нам скоро еще! Продолжение следует...